Здравствуйте, я Боевна Григорьев Вячеславович, активист профсоюза действия и представитель фонда рабочей академии. Итак, правком профсоюза действия во Всеволожской клинической межрайонной больнице рассмотрел повышенную нагрузку младшего медицинского персонала и среднего медицинского персонала в красной зоне Морозовской городской больницы, выявил нарушение трудового законодательства. Опять мы выявили нарушение трудового законодательства. Это все при попустительстве, соответственно, руководства. Профсоюзом выявлено следующее. Первое. На 80 пациентов на отделении работают 2 медицинских сестры и 2 младших медицинских сестры. Это в два раза меньше, чем положено под тому же 198-му Н-приказу, где на одну младшую медицинскую сестру должно приходиться не более 20 пациентов. Это все можно проверить по графикам. Это состоявшийся факт. Второе. В реанимации нормы на одну младшую медицинскую сестру тоже превышено вдвое. Третье. Многие работники закрывают от ставки 75 до двух ставок. То есть они мало того, что работают за двоих, так еще и на две ставки. То есть, по большому счету, за четверых. Это во вредных условиях, что запрещено трудовым законодательством. Это факт. Это все можно проверить по графикам. Четвертое. Они также выполняют обязанности не только младшей медсестры, но и буфетчицы. То есть нарушен санитарно-эпидемиологический режим. Это тоже можно проверить по графикам. Буфетчицу взяли двух только после 10 января этого года. И весь прошлый год они работали без буфетчиц. Пятое. Женщина приходила устраиваться летом буфетчицы. Пятое. Отказались. Сказали, что мест нет. Это факт. То есть, вот идет такое вот укрывательство. Шестое. Сотрудники неоднократно видели в различных ведомостях и табелях фамилии им неизвестные, а также известные. Но они не работали в красной зоне. Это факт, потому что мы знаем фамилиями и имя отчества. Седьмое. Замещавшись старшую медицинскую сестру, другая старшая несколько раз обращалась к персоналу. Показать работников, которые есть в списках, но которых она не видит на отделении. И после уточняющих звонков перестала это спрашивать. Но это как раз со слов медицинских работников. Восьмое. В декабре 2020 года внезапно во время проверок стали переделывать графики табели с апреля месяца. Просили всех переподписать. Это опять же факт. Девятое. Старшая красной зоны во время переподписания табелей, забывшись, где она находится, кричала в трубку, что она не собирается за это сидеть. И через 40 минут приехала главная медсестра Павлова, забрала эти графики и табели и уехала. Но это со слов медицинских работников. Десятое. Активисты профсоюза действий запросили табели и графики. И вот росписи активистов были поддельные. Одиннадцатое. После борьбы санитарок за улучшение условий труда на работу взяли буфетчиц после 10 января этого года. Вот такие выявлены факты. Факт легко проверяется с сверением графиков и других положенных документов. Но давайте посчитаем примерно, насколько работала одна младшая медицинская сестра непосредственно в этой красной зоне. Итак, она одна работала за четверых. Итак, средняя зарплата по Ленинградской области равна 47198 рублям. И умножив это на 4, получаем нехитрую цифру 188792. И как вы помните, были непосредственно доплаты, причем существенные доплаты за работу в красной зоне. Итоговая сумма превышает 300 тысяч рублей. Естественно, младшие медицинские сестра таких денег не получали. Здесь надо пояснить следующее, что цифры на формирование красной зоны брались неоткуда-то. Это конкретно 198 приказ. Берется штатная структура подразделения, берется наполнение в виде оборудования инструментария, расходных материалов. И все это прикидывается, и конкретно составляется бюджет этого отделения. Естественно, выделили по 198 приказу, и эти деньги были спущены конкретно, чтобы отделение работало в полную силу. Ну и возникают резонные вопросы, почему вот этих вот вакансий, хотя бы буфетчиц, не было до тех пор, пока персонал не начал борьбу за улучшение условий труда. Ну и нет ли так называемых мертвых душ после представленных вот этих вот фактов. У профсоюза действия нет возможности проверить данные факты, никто и данные документы не предоставит профсоюзу действия. Но профсоюз действия продолжит борьбу за улучшение условий труда в красной зоне. И поэтому профсоюз действия требует у губернатора Ленинградской области господина Дрозденко. Первое. Привести штатное расписание и количество персонала в красной зоне Морозовской городской больницы в соответствии с приказом 198Н. Второе. Восстановить на работе активиста Корчага Марина Юрьевна, которая работала младшей медицинской сестрой в красной зоне. Третье. Прекратить травлю активистов профсоюза действий на всей территории Ленинградской области. Четвертое. Медицинских чиновников, не справившихся со своими обязанностями, уволить на их место взять других. Это прежде всего касается главного врача Шипачева и начальника комитета здравоохранения Валикжанина. А профсоюз действия продолжает агитацию за коллективный договор, которого до сих пор нет во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Для этого нам надо набрать больше половины коллектива. Подписывайте вот эти заявления, фотографируйте и отсылайте на электронную почту vgp67-mail.ru нашему председателю Владимиру Геннадию Петровичу. И вот вы уже в профсоюзе и боретесь вместе с нами за свои трудовые права. Ну и будьте здоровы. А пока, пока. Продолжение следует...